И при том, мы имеем вернейшее право, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, до поля не начнет расцветать день, и не взойдет утренней звезда в дарцах ваших. Один стих. Вот эта программа на всю жизнь, от начала, как человек задумался о своей жизни, и до самого последнего дня. Вопрос на вопрос. Притом, слово «притом» говорит впереди, что было перечислено, а притом у нас и Слово Божие. Кто-нибудь скажет, мы вот так в отдаленном месте, у вас нет хулиганства, пьянства, а притом у нас и Библия, Слово Божие есть. Вас хорошо не воруют, но притом у нас и Библия есть. Что бы ни сказали, мы добавим, а притом у нас и Библия есть. У вас дети при вас, а у нас и Библия есть. У вас учителя верующие, но притом у нас и Библия есть. При всём, что есть в мире, самое хорошее, оно не стоит последнего, а при всём том, самая вершина. А у нас это как бы и не во что. Как вы же эти начинаете перечислять? А про Писание даже и разговора нет. А Пётр говорит словами, которых сегодня даже не услышишь нигде. Какие-то ставят программы, как выполнять, да дай Бог, да с Богом всё, а никакого Бога нет. Бог там, где слова его, где слова нет, человек заблуждается, даже размышляя о Боге. Он думает, что правильно поступает. Израиль служил Богу. Храм горел всеми огнями. Мы даже представить не можем, какой был хор. Речь идёт о тысячах песок. Речь идёт о колене. А что такое колено? Ну это минимум 200 тысяч. А там маленькая полоска земли. Посмотрите на карте. Там в другой раз эта цифра стоит. А что она означает вынесена? Там написать негде. Израиль. И как крепко они держались Бога. Но вот наступила проверка. Тьма сгустела. Свет исчез. И является светильник. И бросились потушить это светильник Христа. И мы должны обращаться к Слову Божию до тех пор, пока не зайдёт утренняя звезда в сердцах наших. А что такое утренняя звезда? Откровение 22.16. Христос говорит так. Я есть. Звезда утренняя и светлая. А то говорят, ведь эстрадные звёзды люди называют. Звезда единая, не звезда Давида. Шестиконечная. Масонский знак. А звезда утренняя и светлая, которая восходит в сердце от Духа Святого, когда человек уверует. Мы имеем пророческое слово. Я говорю, что я фактически уже 45 лет занимаюсь Словом Божиим. И как будто первый раз увидел. А что такое пророческое слово? Начал исследовать. Едва-едва нашёл. Оказывается, вся Библия, всё пророческое. Какое место не беру, ничего особенного там нет. Любите друг друга. Всё пророческое слово. Зачем они знали, что любить друг друга? Соблюдайте субботу. Пророческое слово. Воспитывайте детей в страхе Божьем. Пророческое слово. А почему? Да потому, что за этим будущее открывается. Царство Небесное. Какой второй этаж? Надо на него смотреть. Всё. Любая строчка называется пророческими. Вот как нужно читать это пророческое слово? Вот первое. Чтобы научиться читать, нужно отвергнуть самого себя. Человеку иногда мешает знание. И он говорит, а нас что ли учили так? А я верю, что это вот так путём эволюционным. Человек постепенно терял что-то. Был атовизм. Разные-разные слова придумывают. А потом встал на ноги и пошёл. Не так это было. И не надо никогда задавать то раньше, курица или яйцо. Это пророческое слово. Вначале курица. И Бог сказал, что мяда произведёт всякую тварь. И земля взбубрилась, курица захудахнула и смесла яичко. Курица сначала. Так и так может ли быть? Так написано. Нам не надо ничего рассуждать. Потому что любое человеческое рассуждение, оно мгновенно делается сатанинским. Потому что сатана подстраивает. Пётр хорошие слова Христу сказал, да не будет с тобой, Господи. Он такой жалостливый. Он всё по любви хотел, а Господь говорит, отойди, сатана. Он сатана очень хитрый. Он всё с любовью подходит, как сектанты. У них везде Бог-любовь. Но не забывайте, что Бог называется страшный. С большой буквы. Бог карающий. Бог вразумляющий наказанием и смертью. В первом послании к Коринфянам, 2 глава, 14 стих, говорит. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вот почему он не принимает. Ему читаешь Библию, а ему это всё равно. Он душевный. Он задушевный такой. Он хороший, но не духовный. Он всё рассуждает о том, как здесь лучше, как мягче, слаще. Ты говоришь, дольше ешь больше. Это у бабок у всех лозунг такой для муча своих. И они из них готовят душевных деток. Какой ребёнок душевный растёт? Я сколько раз слышал. И какой он? Да никакой. Он хорошо учится. Он хорошо может в танцевальной группе танцевать, научиться. Фестовальщиком будет. Спортивные доспехи наденет. Но не духовный. Духовный. Духовный он всё время помышляет о небе. Каждый шаг берёт под контроль. И Павел говорит так. Он не принимает того, что от Духа Божия. Ему хоть сколько говорил, он ничего не скажет. Он на своём стоит. Почему? Он душевный. Причина-то вот в чём. А о чем надо бы насудить духовно? Но духовный судит о всём. А о нём судить никто не может. Почему? А у него нет правоческого гласа Божия в нём. Как ты выходишь? Обо мне можешь говорить, а я теперь не могу. То есть я могу твои поступки разъяснить. Почему ты здесь находишься? Почему ты в церковь не пришёл? Всё разъясню по слову Божию. Ты не можешь объяснить того, что я говорю сейчас. Почему? А теперь, значит, ты такой же будешь, как я. Мы ввести вновь Христа сядем. Ты не можешь рассуждать, что люди делали так неблагоразумно. Всё счастье в руки шло, Моисея, и вдруг отверг всё. И предпочёл страдать народом Божьим. Да ни один душевный, благоразумный человек не одобрит его пастухов. Сын, дочери Параоновой. Блестящую карьеру сделал. Университеты позади. Войнское звание. Марширует армию мира перед ним. И вдруг с какими-то евреями, с презренными пастухами отправляется. Но теперь никто имени фараона того не знает. А закон Моисея положил основание принятию Христа. Значит, чтобы нам верить по пороческому слову, нужно запомнить три ступени. Первая, отвергнуть в себя. Пока твоё я, пока ты обижаешься, тебя задевает. Ты готов умереть, если сделаны замечания о твоих детях или за детей, что плохо воспитают. Ничего духовного-то нет. Ты всё ещё хороший человек. А потом возьми крест, это страдание твоё. Его с радостью надо лезти. А далее следуй за Господом. Вникай. Как встать? Как лечь? Что за стол положить? Не ищи лёгкого пути. Лёгкий путь ищи тех, которые не думают дойти. Вы делаете различие между православием и сектантом по пути. У них широкий путь, всё позволяется. Посты не нужны. Стоят в брюках, крашеные, срешенные, в мужской одежде. Собрание, прямо. А у верующих не так, Василий Великобритет. У нас всё иное. И одежда, и походка, и питание, и разговор. Всё иное. Почему? А духом пронизано. Так Господь говорит. Благоговерьте перед именем Моим. Если ты разговариваешь на улице, и придётся упоминать имя Господне, цитирует Слово Божие, мужчина, сними головной убор, женщина, надень. Почему? Я имя Господне произношу. В благоговении написано. Верующий человек, он знает, что такое слово «соблазн». А не верующий, он его говорит, а он не понимает, что это слово. Слово «соблазн» встречается в Библии в 64 раза. И вот проверь в себя, духовно ты или нет, как ты к этому слову относишься. А то «соблазн», мне подали соблазн, такого никогда верующие не скажут. А верующим говорится, что ты не подавай, а то я соблазняюсь. Мы такого нигде не читаем в Писании, а то я говорю, что ты не духовный, плотской. Вот книга «Иудив», 8 глава, 22 стих. Она говорит, что если мы сдадим наш город врагам, если мы сейчас откажемся восстанавливать город или потерять путь, то это будет соблазн и споношение у тех, которые обладают нами. Они постоянно будут говорить, вот смотри, вначале ничего не получилось. Враг будет оккупировать. И женщина говорит, вы говорите, еще столько дней мы город сдадим, так? А у вас цель была сохранить этот город Викилую? А какое будет поношение? Враг это понимает однажды, говорит. Мне нужно одно, что сдайте город, я живых оставлю. Но каждому мужчину выкну правый глаз. Каждому. И что за этим последовало? Чтобы положить пикно на Израиля. Иудеев, 12-2. Она пришла к врагам, а с собой принесла свои концентраты, сказали бы сегодня, консервы. И говорит, вашего я не буду есть, чтобы не было соблазна в еде, а буду есть то, что со мною. А тот спрашивает, если ты пришел к кому-то в гости, а великий пост, и подали кусок мяса или сыра, что делать? Ежбер, чтобы соблазна не было. И это говорит хрященник, протоиерей, благочинник. Это печатают в газетах. А вот ты-то и подал соблазн. Девчонки, зачем ты пошел к нечестивому, когда великий пост? Какие пиршества? А если пошел, возьми с тобой игрушку и крышку свою, чтобы не соблазнять никому. Скажи, а я пришел для того, чтобы вам засвидетельствовать. Вот как делали старики. И она выиграла сражение. Не подавай соблазна в еде. Примудрость Соломона, 14-1. Идол есть соблазн для души. Кто может назвать идола? Притом идол, которому ты поклоняешься. Или смело можешь сказать, Господи, у меня идолов нет. В день, когда я отвергся в себя, я выбросил все идолы, и они были сожжены, уничтожены. В первую очередь, идол ты сам можешь. Твои мысли ты на первое место ставишь. Муж или жена. Как говорит, душа моя, называют. Душу вложил в жену. Или в ребенка, душа моя. Обращаются. Ты даже не понимаешь, что ты говоришь. Если это душа твоя, значит, она на поругание будет брошена. Душа твоя единственная. И никого душой не называют. Идолу есть соблазн для души человека. Специальность может быть. Любовь кому-то. То, что не славит Бога. Серахал 27, 26. Он будет разговаривать с тобой, с человеком, душевным. А после откроет уста твои, извратит их, и в словах твоих откроет соблазн. То есть говорил, подбакивал, хорошие мы были друзья, соседи. И каждое слово теперь переворачивает, и все. Он открывает соблазн. А там дали соблазн. А вот там сказали, не так, там не похвалили. Криком кричит, что человек нерожденный. Рожденный свыше человек, подводительство Буха Святого, никогда этого не будет говорить. Никогда. И разбери свои слова. А от кого они? От человека, от Бога или от демонов? Сераха 31, 12. Тебя пригласили где-то. На столах много наготовлено. Барашек, плов. А дома-то этого не бывает. Потому что готовят. Хорошо, сестры умеют. А некоторые овечек много держат и часто к себе приглашают. Ну, а Серахов советует, переставай есть первой из вежливости. И не будь алчим, чтобы не послужить соблазном. Почему ты про этот соблазн никому не говоришь, что ты на всех обедах был соблазном? Тарелку за тарелкой притягивал к себе. Соблазн. Твоё чрево соблазн. Слово Божье говорит, без страха уточняет себя, служа соблазном. Вот где соблазн. И ты ни разу этого не сказал, притом вред, а в первую очередь тебе излишний вес, укороченная жизнь, переедающий зубами, грызгет себе могилу, не лопаточниковой копает. И называется соблазн. Сидел бы дом, этого соблазна не было. А если пришёл вовремя вылет, первый перестал есть, соблазна нет. Значит, чрево служит видовом, этот видов послужил соблазном. Знаете, как мы сейчас по ступеням идём по Слову Божию? Отверглись тебя. Я пришёл для того, чтобы послушать Божественное Слово. Иос 34, 10. Господь делает так, чтобы не властвовал лицемер соблазну народа. Бог там делает. Был сильный соблазн, когда священники небрежно совершали литургию. Народ многое простит. Но если небрежно совершает Слово Божие, никогда. Ни одна бабушка этого не простит. И Бог снил все храмы. Ведь если бы сказали, допустим, в 3-м году, в 13-м году, в 1913, когда праздновали 300-летие дома Романова, и сказали, что всё старское семейство будет расстреляно, человека сразу бы арестовали. Будет поставлен к стенке малые дети, будут расстреляны пулями, которые отливаются на царских заводах. Штыками будут их колоть, эти нежные тела ваших детей, которые на царских заводах делали. И будут обливать все влече слотой, бёдрами, которые изготовили на царских заводах. И, может быть, порешили бы спросить, а за что? За то, что вы оставили меня, послужили соблазном для народа моего. Вы все были душевны, такие они хорошие, нежные, внимательные. Дочери царя были прекрасны. Но духовно, считая их биографии, я ничего не нахожу. Молодая девушка Анастасия уже с папиросой в царском доме. Царь так с папиросами был расстрелян. А почему? Никакого ответа нет. И только один мне ответил, священник, ну это для того, чтобы авторитет не потерять перед офицерами. Офицеры курят, и он... Это офицер мог говорить, но не царь. Ему зачем заискивать перед кем-то? Он мог запретить указом, чтобы ни один офицер не курил. Вот это он мог сделать, а не подыгрывать нечестивым. Пророк Осия, 9 глава, 8 стих, говорит так. Он соблазн в доме Божием. Глубоко упали они, развратились. Бог вспомнит нечестие их и накажет их. И самое драгоценное отнимет от них. И дом, усадьба зарастет крапивой. Это как будто про нас все говорится. И крапивы много, и дома оброшенные. А ты исследуй, как ты жил, как молился. И не надо нисколько скорбить, кто уезжает, а надо радоваться. Бог эту ржавшину снимает, удаляет. Что делается тайно, мы не знаем. А выявляется только в последние дни, как человек начинает уезжать, ползется. Церковь не нужна. А я уйду к сектантам. Кто же это мог так сделать? Не забывайте, что люди находились под эпидемией в 4 ступени. Плачущие. Допустим, отключенные на 10 лет. За один аборт 10 лет. Два с половиной года стоять на улице. Дождь, град, снег, все твое. Даже в прихожую не допускать. А пропустишь, все начнется сначала. И ходили, плакали и рыдали, пеплом посыпали голову. А далее разрешают заходить слушающие, еще два с половиной года. А потом припадающие. И только последние два с половиной года вместе стоять, купон стоящие. И что никто не уходил? Никто про это и не знает, даже не написано. Я нигде про это не читал. А сегодня одно слово, и все, я в церковь не буду ходить. Никакой веры-то и нет. Верующий умрет, но от церкви не отойдет. Это все равно, что на корабле тебя муж или кто-то обидел, а я за борт прыгну. А там акулы. Ну и пусть. Безумие. Сумасшествие. Пророк Сахония 1.3. Истреблю нечестивых и соблазны. Я говорю о том, как говорит апостол Петр, чтобы в нас воссиял свет, если мы вникаем в Слово Божие. А если свет воссияет, соблазна места никаких не будет. Малахия 2.5. Для многих послужили соблазном в законе. Разрушили завет. То есть не соблюдали Слово Божие. Народ это видел. А поп не постится, а я еще буду поститься. А я работала у него служанка, я сам слышал. А они пост совсем не соблюдают. И разгляд в карты играют. Поэтому я не верующий. Значит, ты верил в Попа, а не в Бога. Матфея 5.29. Если соблазняет правый глаз, то вырви его. Не у кого-то глаз соблазняет, а твой соблазняет. У себя вырви, а ты у другого глаза вырывать собрался. То есть нет ни Слово Божие. Кто соблазнен-то дает-то? Что твой злой глаз. Если она правая нога соблазняет, отсеки ее. Не у кого-то, а у себя ее отсеки. Она тебя соблазняет. Ты не туда идешь, а не собираешься идти. Матфея 13.21. Бывает, что человек уверует вроде бы, но не имеет в себе корня. И не постоянен. Вот наступает скорбь, и он тотчас соблазняется, когда наступает гонение. 13 глава, 41 стих. Господь пошлет ангелов, и соберут соблазны и делающих беззаконие. Вот не делать. А соблазн, это то, что не по слову Божия. Очень просто предъявляет. А соблазн, это или не соблазн. Матфея 15.12. Фарисеи соблазнялись, слыша от Христа что-то. Над ним соблазнялись. Матфея 16.23. Вот сказал он ему, говорю, да не будет с тобой Господи. А Господь говорит, отойди, сатана, ты мне соблазн. То есть ты думаешь о том, что человеческое. Соблазн может быть на каждом шагу у человека плохого. Духовно он все это вымеряет. Так угодно Богу, да так. Аминь. Все. Матфея 17.27. Чтобы не соблазнить, поймай рыбу и отдай. Вдруг узнают, кто-то не платит за сети. Ну а почему? Под разными причинами. Во-первых, не по закону, а во-вторых, это соблазн. И Господь заплатил, пойди, поймай рыбу. Поймай поросенка, поймай корову. Не может найти в ней монету, ну найди сливки. И, как Господь говорит, в Матфея 18.6, то лучше бы было ему, соблазняющим, если повесили мельничный жернок и потопили во глубине морской. Ну мельничный жернок, видели как? Страшно тяжелый круг, посередине отверстие, где штырь вставляется, оно крутится. Значит, удобно веревку вешать. Дальше на шею. То есть стопроцентная гарантия, что не сорвется. Дальше. На шею тут голова не даст раскочить, и никто не вытащит во глубине морской. Каждое слово-то имеет какой смысл. То есть делающий соблазн должен исчезнуть. Исчезнуть навсегда, и в памяти. Стих 7. Горят соблазна. Через кого они приходят. Матфея 24.10. Тогда ноги соблазнятся, когда будет гонение. А что значит соблазнятся? Да сомневается, осует, а может печать, принять, мне пайку выдадут. А чего я потеряю? Я сажу дома, буду молиться. Как бы не было молиться, ну пойду я к мусульманам, какая разница. Матфея 24.10. Иоанн 6.61. Когда Господь сказал о причастии о теле своем, то ученики его стали рассуждать. Как это может быть? А Господь говорит, это ли вас соблазняет? Все сектанцы до единого соблазняются о православном причастии. Я знаю, что должно подаваться врозь. У нас вместе. Но соблазна никакого нет. Во избежание поруганий, как Златолус говорит. Правильно или неправильно, у нас так принесло. Далее. Это истинное тело, истинная кровь. Они нет, это у нас только воспоминания. И соблазняли. Все соблазняются. Две тысячи лет. Первый Петра, Баси, он, Христос, есть камень преткновения и соблазна. И первый Иоанн 2.10. Кто любит брату своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. Оказывается, очень просто проверить себя, любишь ты брата, или нет. А как любишь? А всегда любишь, когда он говорит тебе правду, когда обличает, когда молчит, когда нехорошее тебе скажет. Любовь она не разбирает, она невыборочно любит. Она всегда любит. А какие мы бывали? Какая наша юность-то была, где мы были? А Господь любит и любит и любит. Иуда 1.12. Такие бывают соблазнам, без страха уточняют себя на пиршество. Толстое чрево соблазна. Римлянам 14.13. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как бы не подать брату случая в предсновении или соблазны. Я даже и не знаю, как это можно сказать. Я соблазняюсь. У меня встречались люди в общине были, все до одного отпали. Он постоянно где-то что-то подыскивается, за кем-то подсматривает. У него шторка чуть-чуть приоткрыта, он все видит. Кто с кем пошел, кто ел, с кем пил, где спал, все знает абсолютно. Римлянам. Остерегайтесь производящих соблазны. Ты видишь, он такой. Остерегайся его, он тебя этим же заразит. 1 Коринфянам 23. Мы проповедуем Христа, а для иудеев это соблазн. Для многих соблазна. Почему у вас проповедуют все? Так и должно быть. Если проповеди нет, ничего нет. Семя не сеется, посторняк будет расти. Исаия 8.14. И будет он, Христос, освящением и камнем притыкания и скалое соблазна. Почему? А потому что что Христос делает? Все вопреки того, чему учат люди. Все не так. Не важно, кем будет ребенок. Самое важное, спасет он душу или нет. Большая должность будет или маленькая. Много ты на земле проживешь лет или мало. У Бога Ваня, говорит, нет исследования года. Главное исследование, жил ли ты в законе Господнем. Итак, если мы будем разбирать все, что окружает нас, чем живем, то только во свете Слова Божия, святильник. И доколе в нас этот святильник разгорится, и начнет просветать день, и тогда взойдет утренняя звезда, Христос. И с этой звездой мы все доявимся к Ним вечно. Аминь. Продолжение следует...